Ирина Сухей Расскажи, может, от початку, что такое «Экодом», если кто-то ничего не знает, и как это все началось и здоровалось? Ой! Ну, «Экодом» — это общественная организация, неправительственная общественная организация, наверное, старейшая в Беларуси. Образовались мы в 96-м году, из экологических старейшая, а не вообще. Вот. И даже вот как бы, я думаю, с чего бы начать, что самое главное. Ну, наверное, наш такой фокус — это право граждан на благоприятную окружающую среду. Беларусь была стороной Орховской конвенции, и благодаря нашей эффективной работе в 22-м году вышла из нее. Но это там отдельная история. Вот. Ну, а начинали мы в 96-м году, и, конечно, тогда мы были такие экологические романтики. И в основном занимались экологическим образованием. У нас было много программ для учителей в школах, чтобы они интегрировали вот эти вот экологические темы в уроки. Причем это было, ну, как бы не специальные уроки, это не для учителей биологии, а для того, чтобы там учитель русского-белорусского языка, там математики, чтобы это все интегрировалось. Потому что экология — это такая сквозная тема, и ее вот нужно во все места. То есть, ну, по идее, как сейчас мы уже там занимаемся более, я бы сказала, как это, серьезными вещами. То есть, мы взрослели-взрослели и довзрослели по поводу того, что мы последние, после 2004 года, как раз вот мы всерьез занялись тем, что мы старались влиять на экологическую политику, на белорусское экологическое законодательство, на то, чтобы право граждан на участие в принятии экологически значимых решений выполнялось. Ну, это то, что записано как раз в той самой Ургусской конвенции. Право на экологическую информацию, участие в принятии решений и доступ к правосудию. Слухай, вертаюшись до нашей правооборонной части. Какие были экологические проблемы белорусские в 1996 году? Какая была основная задача тогда? Что сделать? Потому что про строительство АЭС еще, быть, не шло активные разговоры. А, быть, так само, там, климат-ченжинг и все вот это, так само, быть, не было еще великой никакой истории. Чем занимался ЭКОДОМ в 1996 году? Не, ну смотри, конечно же, последствия Чернобыльской катастрофы, это было тогда, наверное, это вот как раз 10 лет после Чернобыля. И это самая, ну, такая, как бы, большая экологическая проблема прям тогда звучала. Ну, и понятно, что происходило все, что происходит и сейчас. То есть там, типа, говно с ферм сливалось в речки. Вот тогда как раз вот, ну, то, что было такое вот ярко, я помню, что в 1996 году почему-то в Березинском заповеднике решили вырубать лес и заготавливать рудничную стойку. Так это называлось. Что это такое? Ну, это, ну, это как бы кругляк, который, в смысле, не очень толстые деревья, уже не знаю, ну, в смысле, для шахт. И почему-то они решили, что это нужно делать в Березинском заповеднике. Вот тогда мы как-то протестовали, писали письма, выступали в медиа по поводу того, что это как бы... Они говорят, что мы там в буферной зоне, ну, буферная зона на той и зоне, что она должна быть. То есть, ну, как бы они не в самом заповеднике. Потом была это тоже, как бы, история в Беловежской пуще, когда якобы из-за, как бы, того, что там размножился и напал караэт, нужно тут же там вырубить пол Беловежской пуще. То есть, мы там ходили в министерство, нас даже повезли, значит, в эту Беловежскую пущу журналистами показывать этого караеда и что, как это все плохо там. А мы, значит, писали в ЮНЕСКО, потому что это же, ну, как бы, всемирное наследие. Ну, в общем, не то, чтобы мы там все как-то остановили, но я думаю, из-за всей шумихи все-таки масштабы этой рубки были уменьшены, потому что они там делали эту сплошную санитарную рубку, вот прям понятно было, что под, как бы, под шумок максимально, значит, этой древесины нарубить. Ну, так же ситуация была досать классичная, звычайная, дзе Уладус пробует зарабить просто то, что изручно зарабить, кабы отрымать, там, я не веду, больше не, чего-то сыровина на эксперт, что-то сбудовать зарабить. И экоактивисты думают, что ай-яй-яй, так нельзя, так не треба, вы усея нас погубите. Ну, да, и, ну, и понятно, что мы тогда, говорю, что вот мы же были эти молодые, и вот я тогда там, типа, Минприроды, мы обходили страну, ну, так, мы старались, то есть, вот я говорю, после развала Советского Союза, значит, идея была такая, ну, то есть, мы вообще с этими всеми госами минимально контактируем, у нас здесь своя движуха, как это самое, и вот, ну, я же говорю, мы же сознание хотели менять. Главное, главное было создать экологический центр, в котором, значит, менять сознание людей. Ну, по-моему, сведомость изменяется покрасивее. Да, нет, ну, но дело в том, что уж не знаю там уровень нашего вклада, А еще, как бы, одна из тем, которая, ну, до последнего времени в том числе у нас там, как бы, продолжалась, я в 94-м году съездила в Россию на курсы пермакультуры. Ну, почему в Россию? Потому что основатель пермакультуры Билл Моллесон, он сейчас уже, как это, умер, он поехал в город Троицк, это за Уралом, ближе к границе Казахстана, везти, вот, кто-то его пригласил, эти курсы пермакультуры. А я тогда уже про Билла Моллесона узнала, и это было такое, а-а-а-а. Да, permanent agriculture, это, наверное, устойчивое сельское хозяйство. Билл Моллесон австралиец, и вот это вот, вот, если говорить, это одна из таких серьезных, ну, это то, что на меня очень сильно поводность. Вот чернобыльская катастрофа и, значит, вот эта вот концепция пермакультуры. Это был такой 12-дневный курс, который, ну, в общем, пермакультура, это про то, что, вот, смотрите, вот лес, мы его, как бы, ну, в принципе, мы его не садим, как бы не удобряем, не, там, не поливаем, но при этом мы туда приходим, мы получаем, там, древесину, мы собираем грибы, ягоды, то есть, там, кто, значит, ест мясо, может охотиться. То есть, это вот такая система, которая устойчивая, если ее, как это, не слишком много оттуда всего забирать. И пермакультура про то, как создавать вот эти такие же устойчивые экосистемы на, ну, в том месте, где, как бы, живут люди. Сильно меня тогда впечатлило, я вернулась и прям всем, как бы, зараженно все это пересказывала. И когда, в том числе, было, кроме вот тогда экологического образования, еще вот эта вот пермакультура. Сейчас, в принципе, вот ты не слышал, но в мире это уже слово, которое, ну, не вызывает удивления, оно понятно. Ну, все люди, которые хоть как-то к сельскому хозяйству, там, как-то подходили, все его знают. А тогда, конечно, все такие, пермакультура, спермакультура. В общем, то есть, дурацкие шуточки делали. И вот мы старались это, во-первых, ну, пропагандировать, пробовать самим. Мы приглашали тоже всяких преподавателей и из Штатов, и из Британии. Сами получали сертификаты этих преподавателей пермакультуры. Но так как эта вот пермакультура была как-то слишком, ну... Надтоинновацийна. Да, надтоинновацийна. Вот потом такое более принятое вот это органическое сельское хозяйство. И вот мы тоже, когда он занимался тем, что пробовали там Министерство сельского хозяйства, как это продвигать эту идею. И так как это все в целом в мире это все вот идет сейчас к органическому сельскому хозяйству, то, ну, там в Беларуси сейчас есть закон об органическом сельском хозяйстве. Такое пытание есть. Цикаво, что экоактивизм, быцем, бы часто таксама связанный с некими цикавыми перфомансами и акциями. И, ось, ты таксама узгадывал уже про чернобыльский шлях, по яким вы шли в таких костюмах живелых розных. То есть, может, ты таксама что-то узгадать с такого цикавого, что, может, крыху хулиганского, я не знаю, потому что есть такой вайп, быцем, бы вакол экоактивизма. Ну, ты ж понимаешь, что у нас там, конечно, с вайпом все как бы сложно, но я думаю, что сейчас уже можно все рассказывать. Когда, значит, уже приняли решение строить АЭС, и, да, уже выбрали площадку островецкую, и, ну, и там какие-то шли работы. Ну, ни заборов, никакой охраны еще не было. А у нас тогда мы проводили, то есть, вот, ну, Экодом был, и была еще, ну, была есть зеленая сеть, которая была, это вот сеть большего количества экологических организаций. И проводили такие школы экологического активиста, и мы делали это вот в регионе недалеко от АЭС. И, значит, несколько лет подряд, когда мы делали там школу, мы каждый год готовили какую-нибудь акцию. И, значит, ну, там площадка все время расширялась, и мы все время, значит, туда каким-то образом шли с какими-то акциями. То есть, ну, один раз это было просто. Мы приходим, а там стоит этот аншлаг, ну, вот просто такой щит белый, вокруг, собственно говоря, там песок. Ну, наверное, они там должны были написать, что строительство АЭС. Ну, он был пустой белый, ну, мы написали, нет АЭС. Делали фотографию. Какой-то раз, значит, мы поехали там делать, значит, этот тоже перформанс с, там, смерть должна была быть с косой. На фоне уже там были какие-то конструкции АЭС. Поехали вечером, значит, и одна машина, которая была с косой, где-то там заблудилась, потерялась, значит, ну, и что делать? Нужно же, а, ну, написали большой баннер, нет Астровецкая АЭС, то есть вот все это. Значит, эти активисты все туда, значит, приехали на эту площадку, чтобы делать фотки и потом, значит, все это постить. И что делать? Вот смерть есть там, то есть как бы, а косы нету. Ну, что-то, значит, в машине была лопата, у нас была смерть с лопатой. Потом, значит, мы большую растяжку повесили, значит, на мосту через Вилю в Михалешках, это, ну, тоже недалеко от, тоже там нет Астровецкая АЭС, ну, что-то такое, скорее всего, было написано. Значит, там народ прям по столбу залез, высоко повесил. Ну, провисело, ну, там, не знаю, там, не знаю, может быть, полчаса. Ну, мы-то быстро уехали, потому что, в общем, не хотелось бы. Ну, и это все втихую, это все таемно? Это все втаемно. Когда мы пытались защитить парк 50-летия октября, где вот построили гостиницу Пекин, не защитили, да, опять не защитили. То есть вот я говорю, что экологический активизм – это все время депресняк такой, потому что там на, типа, 20 усилий, там, один, как это, относительный успех. Ну, это смыгание за огромным страшным механизмом, який снуев уже, типа, 100 годзи, ну, это складано. Ну, да, ну, и вот мы тогда в парке этого самого 50-летия октября, то есть там какой-то был день снега, мы какую-то там акцию в снежки играли. Ну, какие-то, ну, то есть там каждый день, вот, ну, в попытке как-то привлечь внимание, мы все время что-то устраивали. Ну, самое дерзкое было уже, когда они все-таки решили уже все пилить, и дерзкое было то, что мы зашиповали такие деревья один раз в нашей жизни. А что это значит? Ну, вбили гвозди, и понятно, что сейчас там скажут, ну, вот, в деревья гвозди, тра-та-та, но в ситуации, когда уже, как бы, особенно терять нечего, все равно все спилили. Ну, нет, и мы повесили, как бы, ну, потому что опасно, если, там, значит, пилой пилишь и натыкаешься на эти гвозди, то это опасно для человека. Мы пометили, что, как бы, деревья зашипованы. На этом все ровно все зарубили. Ну, конечно, конечно, ну, то есть, построили китайский отель Пекин. Вот. А, ну вот, слушайте, все-таки успех. Парк Котовка. Небольшой сквер Котовка, ну, в сельхозпоселке, ну, такой, часть Минска, где, как бы, эти самые частные дома. Ну, это, конечно, было очень смешно, потому что католики решили построить там костел. Ну, и мы такие говорим, ну, ребята, ну, смотрите, ну, вот есть вот другая площадка. То есть, ну, зачем строить там, где нужно, как бы, опять вырубать билеты, ой, деревья. Понятно, что им, ну, хотелось там в каком-нибудь красивом месте. Ну, и, в общем, это было такое прям противостояние, потому что мы дежурили там, типа, ночью, днем. И тогда вот было, то есть, ну, и, ну, одновременно с этим ходили во все исполкомы, писали, собирали подписи, писали петиции, ходили с этим, социологическим, ну, прото, как это, в кавычках, конечно, социологический опрос, но с анкетами их жителями спрашивали, как бы, вот, что, то есть, нужен ли мы этот сквер, там, ходят ли они туда, то есть, ну, чтобы такое, как бы, обоснование было для местной власти. Встречались с Ксензом, говорили, что давайте, давайте мы поищем вам другое место, и мы тогда еще постараемся, то есть, понятно, что проект нужно переделать, давайте мы пособираем денег на то, чтобы ваш проект переделать. А Ксенз такой был, ну, в общем, не особенно. И потом, значит, и вот самое удивительное, это был какой-нибудь, наверное, все-таки 18-й год. А когда были выборы в парламент? Ну, такой, наверное, 18-й. Ну, это я просто год вспоминаю. И они, не ОМОН приехал, А приехал Белавтодор, приехали мужики. Ого! Такие мужики в этих, в оранжевых жилетах, значит, пилить, пилить сквер, а мы, значит, соответственно, не давать им пилить. И, значит, там, типа, за деревья хватаемся, там их, значит, нас пытаются отодрать. Ну, вот мы не дрались, а вот как бы все это, значит, такое. Потом, да, один мой коллега такой говорит, я, говорит, с этими мужиками, значит, они меня туда, я их сюда, значит, мы друг друга тянем. Потом такие покурим, покурим. Ну, в общем, ну, самое удивительное, что не ОМОН. И это вот были какие-то такие странные времена. Ну, да. Ну, бодались мы долго, потому что я помню, что начали мы с зимы, а потом было уже лето. А потом уже был, то есть эти самые, нельзя было пилить, потому что были гнезда. И мы, значит, ну, мы все возможные, значит, эти уловки использовали, чтобы не дать. Ну, и потом они отступили. Ну, сикарно. И они, например, перенесли куда-нибудь этот костел? Да, уже вот незадолго, да, в двадцатом году я вдруг увидела, что строится костел. Прямо, ну, недалеко оттуда, на окраине этого парка Бангалор, ну, вот сюда вот к заправке. В смысле, с обратной совсем стороны. Ну, мы, собственно говоря, мы этот участок и предлагали. Ну, вот. Ну, перомога. Да. Невеличкая аллея. Да, потом мы еще с местными жителями делали там всякое такое небольшое богоустройство и с урбанистами. Да, но это вот было длинное. Сквер-то маленький, но вот удалось. Это была такая, как бы, для нас такая, как бы, очень знаковая штука. Ну, вот из успехов было, что... Ну, с другой стороны, вот расскажи ты какому-нибудь молодому человеку, вот тебе, например, что... Если ты долго и упорно будешь, там, чем-нибудь заниматься, то лет через десять что-нибудь поменяет. На самом деле, так. Вдохновляет? Ну, у некой степени, да. Ну, я вот к тому, что, то есть... Вот о чем я сейчас немного грущу? Потому что гораздо больше вот этого экологического осознанности. Там разделение, как бы, мусора. Там, там, майкап, там, типа, значит, своими чашками за кофе, там... Торбочки. Торбочки, там, на велосипедах ездить. Все это, как бы, есть. Но это же, как бы, системно не меняет ситуацию. Ну... То есть, не меняя структуру, вот, как бы, экологического управления, и, в принципе, управления, не меняя вот этого, там, участия, как бы, не усиливая возможности участия в принятии решений общественности. Там, вообще, не, ну, меняя, там, законодательство не только экологического, а вообще законодательство в других министерствах. Потому что оно все, вот, как бы, я уже говорила, все связано со всем. Мы не спасем природу. Сука, это депрессирует. Да. Ну, и вот я говорю, что у нас вот с этим... Мы доигрались, конечно, с этой, как бы, додавили в Орховской конвенции, что Беларусь оттуда вышла. Но долгие годы это был, вот, международный инструмент, международная конвенция. Это был очень хороший инструмент влияния на белорусскую власть, на белорусское законодательство, потому что там есть такой, как бы, механизм compliance. То есть, ты можешь, как бы, туда написать такое, как бы, не знаю, заявление, наверное, правильно сказать. О том, что Беларусь не выполняет свои обязательства по конвенции, вот так-то, так-то, так-то. Это все рассматривается, это все очень медленно происходит. Но потом, значит, встреча сторон говорит, Беларусь, наши рекомендации. Там, законодательство сделать то-то, 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 да. И нам, там, удавалось, как бы, вот, через этот механизм добиваться того, что законодательство в Беларуси улучшалось по участию общественности. Медленнее менялась правоприменительная практика, но все равно, то есть, как бы, это были такие, как бы, наши серьезные достижения. А потом нас, значит, в 2012 году арестовали, задержали, ну, административные аресты были. Когда мы хотели, значит, принести петицию, Медведев, тогдашний президент России, приезжал в Беларусь. Ну, там, типа, АЭС как-то там строилась. Мы начну, вот, как бы, это был, скорее, вот, именно, ну, повод пиарский. Это был не пикет, не демонстрация, ничего. Мы просто, ну, как бы, разослали пресс-лист в медиа, что мы, вот, в 12 часов придем к российскому посольству и, значит, всунем там эту петицию в российское посольство там, президенту Медведеву. И не смогли мы выйти, то есть, кто-то из дома, я из офиса, как нас под белой рученьки, значит, всех. И, значит, задержали. Кого-то осудили, там, наш вот коллега, физик-ядерщик российский, антиядерщик Жаровский на 10 суток, и потом его прям депортировали на 10 лет с запретом въезда в Беларусь. Я делась штрафом тогда, потому что у меня была несовершеннолетняя дочь. Кто-то просидел трое суток, Татьяна Новикова пять. Ну, это вот были первые такие наши задержания. Ну, и мы такие... А в конвенции есть прям, прям там есть этот, статья по поводу того, что, как бы, нельзя преследовать экологических активистов за то, что они защищают свое право на богоприятную среду. И мы такие, ну, фига себе, да? И мы, значит, пишем, что Беларусь офигела. Значит, здесь арестовывают экологических активистов. И это было в 12-м году. А вот, как бы, все, все шло, шло, шло. И решение было только в 17-м году, когда, значит, этот комплайнс-коммитий написал, что, значит, Беларусь нарушила конвенцию, преследуя экологических активистов. И, значит, и там были все рекомендации по поводу того, что, значит, как бы, восстановить нас в правах. Значит, вернуть нам штрафы. Там, я не знаю, что это, как бы, не знаю. Ну, отменить административный арест, но это смешно. Ну, в общем, как бы, все, чтобы, как бы, консульнуть. А Жаровский тогда еще, тогда еще не прошло 10 лет. И вот единственное, что они сделали, они сняли бан на въезд. А штрафы не вернули? Нет, штрафы не вернули. Ну, а, как бы, судили-то нас за то, что, как бы, вышли, махали руками и матом ругались. Ну, классика. Вот. И, как бы, и все письма, которые комплайнс-коммитий писал, значит, Минприроде, говорит, там, типа, объясните. Минприрода писала, ну, сухие хулиганка. Ругалась матом на улице. Вот, как бы, поэтому, значит, это никак не связано с ее экологической деятельностью. Как бы, ну, вот, это было много именно вот этой международной деятельности. И тогда стало понятно, что вот эта вот статья, если она не работает, то вот эти вот, там, типа, через 5 лет получить вот это вот, как бы, решение, это слишком поздно. И тогда, ну, Экодомы и другие экологические организации европейские стали лоббировать и продвигать тему, что в конвенции должен быть механизм быстрого реагирования. И вот ровненько в тот момент, когда, значит, Беларусь вышла, ну, вот, практически одновременно в конвенции появился механизм, то есть появился спецдокладчик по вот этому реагированию на преследование активистов. То есть теперь, если в какой-либо стране преследуют экологических активистов, обращаясь в конвенцию, это будет уже, ну, как бы, быстрая процедура, а не там вот эти вот годы. Украина повинна быть у конвенции в этой интернете подписываться. Да, понятно, что, ну, Беларусь уже все равно, как бы, было... И я думаю, что, наверное, и хорошо, что Беларуси там нету, потому что иначе было бы странно. Беларусь, которая, там, нарушает конвенцию, всех там сажают, независимо ни от чего. Ну, то есть, и тогда что? А там и другие страны есть. Угу. Те, читаешь ты книги, что ты читала, может, текавое за поздний час, а кроме складанных и долгих, там, доследований... Ну, вот, да, я, чтобы это был плавный переход, я, значит, скажу для слушателей, что у нас на сайте эко-дома, эко-хоум.нго есть список литературы, которые мы готовим обычно и обновляем к каждому чернобыльскому, к следующей, каждой следующей чернобыльской годовщине. И там много интересных текстов. Вот очень рекомендую туда посмотреть и почитать. Но я хотела сказать, что, значит, про литературу. Ну, к сожалению, сейчас я довольно мало читаю. Последняя большая книга, которую я прочла, я прочла, когда я сидела на сутках в 20-м году. Ого! И это, значит, называется она «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса». Это такой автор Талеб. И, наверное, многие слышали про вот этих черных лебедей. У него там есть большая прям книжка. Ну, я не что, что она вот там... Ну, да, есть... То есть это как бы была первая книжка про вот эти вот не за непрогнозируемые ситуации, которые, значит, эти черные лебеди перелетают и все меняют. А это про антихрупкость. Она толстая. Вот когда не на сутках сидишь, я думаю, что это, конечно, вызов ее прочитать. То есть, ну, такая... То есть, не знаю, сколько там, 600 страниц. Но я думаю, что нам, белорусам, ее сейчас хорошо читать по поводу того, что нам нужна антихрупкость. И это вот как... Что это значит? Это как извлечь выгоду из хаоса. Ну, на самом деле, как бы, вот я сейчас думаю... Ну, давновато уже, 4 года прошло, как я читала. Там про то, что, например, ну, условно говоря, там же все это про бизнес. Что те, как бы, бизнесмены, которые потерпели там неудачи. И вот... То есть, как бы, опыт неудач важнее, чем опыт удач. И вот эта вот антихрупкость, которая появляется... Ну, и вот, ну, как бы, и там, типа, как извлечь выгоду из хаоса. Там, как бы, интересные подходы. Самое интересное, что я помню, что у меня вывод был того, что, вот, американцы очень любят все очень длинно разжевывать. То есть, в принципе, эту книжку можно сделать короче, там, типа, в 10 раз, и все будет понятно. Но, тем не менее, это интересное, увлекательное чтение и полезное белорусам. Потому что мы как раз вот эту антихрупкость нарабатываем. У нас этого... У нас негативного досвяду досать шмат. Я, как бы, не поспеховываю. И по-хорошему это мы можем использовать, как это... для того, чтобы достигнуть наших целей. Вот, ну, и я хочу... Вот, как я уже говорила, что там, собственно говоря, пермокультура меня тогда очень сильно впечатлила. Сейчас эти книжки есть, введение пермокультуры. Понятно, что это не художественная литература. И переведены они на русский язык. Может, на белорусский надо уже перевести? Пора бы. Вот, и там есть... Вот, можно... Те, кто не занимаются сельским хозяйством, можно не читать всё там про сельское хозяйство. Но там есть такие... Вот есть глава про паттерны. Это вот про то, что я говорила, про вот эти вот... На межах. Да, пограничный эффект, ещё что-то. И там много разных паттернов, которые в природе, и которых, если ты начинаешь использовать в своей жизни... Вот это очень, как бы, такое прям вдохновляющее чтение. И вот это вот пытаться понять паттерны природы, и как, если мы их можем воплотить в наших жизнях, это сильно улучшает нашу жизнь. А вообще, я на самом деле люблю фантастику. Вот всякие там какой-нибудь этот... Ночной дозор, я помню, читала с таким удовольствием. Ну, я с детства люблю фантастику. Ну, сейчас я вот подумала, что отчет-то я не читала. Я, знаешь, вот сейчас все смотрят кино «Дюна». Ну да. А я «Дюну» читала... Ой, это же так самые огромные книги, по-моему. Их там вельми шмат. Да, я читала их в Советском Союзе. Когда они были каким-то там, значит, видимо, как это, пиратски переведены. И тогда еще не было ксероксов, ксерокопий. Там были такие, такого немножко на розовой бумаге. Там вот, я забыла, как назывался этот аппарат, который копировал. И это была такая вот «Дюна», прям такая тоже книга, которая размножена на вот этом странном, ну, еще в советских времен аппарате. Вот «Дюну» я тогда читала, я помню, что... И вот это, ну, как бы, она мне очень... Вот я помню, потому что я много читала разных книг. А у «Дюни» ж так самый вельми экологичный подтекст, там же сурьезный. Там же, правда, это про нафту, ну, умовную нафту, умовные краины, там, всякие от этого всего терпят. Абьюз одними инших, их и так далее. И это же все там какая-то великая аллюзия, но, коли я не помыляюсь, я могу помыляться, потому что я не читал, не глядел. Я здесь и подшел, здесь и прочитал кавалочек. Но это же, на кольке, я разумею, великая аллюзия, на что с тех шталтов там вось американских инвейженов в Вьетнам, те, куда есть Иран для сдобычи нафты и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И что так сам вельми, там, да, шмар таких подтекстов складанных социальных. Да, а еще тоже одна из любимых этих книг, это Дуглас Адамс, «За и против езды автостопом по галактике». О, это нечто, это некий спин-офф, потому что я читал только просто автоспином по галактике Дуглас Адамсу. Ну, может быть, «За и против» это я... Это же я тоже читала в этом... В советском перекладе наружу. Да, вот. Это уже потом кино уже появилось одно другое. Вот, и, конечно же, это самое... То, что, как это, запомнилось на всю жизнь по поводу... На вопрос... Да, про жизнь, смерть и все такое. Такой ответ 42. Я каждый раз узгадываю распинам по галактике, калі збираюсь в некую вандровку, и потом я приезжаю, и такой, рушник не взял. Вось, я думаю, блин, без рушника, куда я собрался без рушника? Вось, я узгадал такую штуку. Хочу в рамках этого подтакста... Подтакста? Хочу в рамках этого подкаста откровенье такое невеликое рассказать. Я ваше тут, кольки, 8 выпусков рассказываю, что я читаю мало, читаю кепско, не отрымовывается, и дос мало книгов я дачитал до конца. Але што я узгадал? Што годзе у 2018-м, може, в 2017-м, я неким чынам натыкнулся на книгу некого, по-моему, российского журналиста, штось ци пра сметця, свалки, все вось гэта... Непосредо там было пра Россею вагульном цовну, и пра свету тым лику. И там было вельми жудасные гисторы, об тым, як яну, куды, и дзе, што с цим отбывается, як это уплываю, як эти патам огромные полигоны сметцевые, як яну уплываюць на свет, што ўсё это пачынаецца вось с тебе, чылавек. Я пам'ятал, мене это тады так, шо мысце ураздело... Ну, трэба разумець, мне было 18-18 гадов. Вось, я напэлно мне падаецца тады, вось, с той книги, я вось перадычна задавал ў гэтом подкасте пытанье людзям, типа, ли ў цебе ўже ті книги, які там мостно змінили, пауплывали, и гэта дарей, а патам я узгадал вось, толькі што, што у меня ў самого ўже ті была книга, яка досыть мостно на меня пауплывала, таму што я тады досыть максималістычна ударывся і ў разделенья сметься, і пачаў гуглі чытаць, як это можна ў Беларусі, ця оно у нас разделяецца, ця не разделяецца, які там баки, не баки, куды ўэта можна задаваць, пра всі ці шоперы, авоські і ўсё остатне, і, па-моему, приблизна тады это було штружком для мене, каб вось задумацца над спажываннім мяса, і смешна, што пасуднаці мяса я дагэту не ём, сметьце, я ўже, трэба прызнацца, не так фанатычна разделяю, але ў маім доме, зараз там, дзе я живу, ведыш, колькі бакаў? Раз, два, три, чатыры минимум, вось, пра гэта могу скаць, і ата так сама на мене, вось, сутакі та книга заімела уплыл, я ата дзілюсь цяццем, просто, каб вы ведале, вот ўсе, хто слуха, і каб ты, і може бэць, каб хтось ти паддумав, ну, ну, маўчын. Ну, канешна, маўдец, но дзіло в том, што, безусловно, нужна разделяць отходы, но іс другая штука, што ата не решаець праблемы. Ну, вось, ата я патам дэксамы дэвэць. Праблема решаець уменьшэнея калічества отходы. Маўже, вось, ты чытаеш, і табе ад гэта га робіцца лягчэй, і, вось, хорашэ на душе. І вспамінаюцца у мене какія-то книжкі із гаўбокай ёнэсць. А пашній раз, калі, бэлэу лёгкэй, хорашэ на душе. Ну, вот, я думаю, што, еслі б я щас перечитывала, наверно, у мене было бы какое-нибудь другое к этому атнашэне. Ну, чайка по имени Джонатан Ливинстон. О, ну, это навод я читал. Но это было давно так само, для мене. Оно такое, оно всё-таки, знаешь, я думаю, что всё-таки оно юношеское чтение. Ну, так, да. Я это говорил в 15 свои, напомню, в 14 читал. Ну, это было такое натхнявное. Ну, оно вот именно вдохновляющее такое. И вот сейчас... Ну, потому что я же все... Книжки уже все порассказывала, которые я люблю. Может быть, есть книжки, які ты, наоборот, бы пора его обыходить боком и не читать? Штось ти шкодное, кепское, и, вось, не треба, только час змарнуйця. Ти не сутыкалась, ты, соответственно, с таким своим житем? Ой, я вот эту... Этого самого... Этого российского писателя, как же его... Прочитала я одну книжку и больше не стала читать. А почему я написала? И это не Пелевин. Пелевин веселый. Пелевин, кстати, он не то чтобы вдохновляет, но он веселый. То есть, там же Чапаев и пустота. Ну, какая прекрасная книжка. Сорокин. Может быть, у него есть другие книжки хорошие. Мне попалась такая, после которой мне не хочется его больше никогда читать. А что это было за книжку на конфетч? Что-то Машенька или что-то... Ну, какое-то, по-моему, такое вот женское имя было. Ну, окей. Записали. Сорокина об уходим боком. Но все ли окей? Ну, да. Вот будет обидно, если он потом написал каких-нибудь прекрасных книг. Но я не читаю Сорокина. Может, что-то из белорусской литературы за пошли хоть сейчас что-то свежее и текавое, потому что... Слушайте, ну, меня сильно впечатлил Мова Мартиновича. Вообще, кстати. Вот если как бы сильных впечатлений... Ну и фантастика, так само. Да. Ну, да. Но оно просто меня заворожило. Ну, текаво, что есть вельми такие розные меркования на конту и самого Мартиновича, и особливо Мова Мартиновича, что быть самбо нема нейтральных неких эмоций, люди завершайно обокажут, что вау и круто и класс, а бог то есть, ну, я же с устракау и нередками ракования к штату. Ну... И вот мне кажется, что мову нужно читать на русском. Ну, есть так, да. Потому что там должна быть вот эта разница. Потому что если нету, то оно будет... Я читал по-белорусску и фишка губляется. Да. Я думаю, что это не спойлер, поэтому можно сказать, что там типа сенсу тым, что у князи это так само антеутопия по сутности, где частку Беларуси там неким чином захопил Китай, то Россия захопленная Китаем. Ну, карацей. Что с этим выглядеть, и мова беларусская, некий давным-давно зникший элемент, який присутниче на территории Беларуси в житти только як таки психоактивная речева, некая, якое вот ты читаешь и тебя что-то там некие подшутки из глубины шторковыть моцна и моцнейшим все остальные забороненные и дозволенные речевы. И вось, напауне, коли ты читаешь это по-белорусску, у тебя некая, ну типа, не отбывается смены и переходы, напауне, это цикавый приклад беларусской литературы, який есть сенс читать по-россейску. Вось, так что, да, прикольно, что мы узгадали в Арсенове, что бы я читал. А говоришь, не считаешь. Ну это редкое трапленье, типа, там, ты кажешь, что ты опошню великую книгу прочитал в 2020 годе, я можу и того ранее, просто, типа, я дочитываю книгу раз, два, три годы, ну типа, все остатне, у меня как-то так, тут посправить, тут посправить, тут посправить. Добро, я люблю скончить подкаст на некой натхняльной и радостной ноте, и часто я прошу гостя, ну, наприконце подкинусь какую-нибудь книжку, на которой хочется жить, вот, но мы бы и так уже сказали, что натхняли, что подобается. А можно я не про книжку? А, да. Чтобы, как это, натхнали на ноте. Вот у меня предложение вообще ко всем подумать, какая должна быть наша страна, и, ну, из этого места, когда ты понимаешь, что ты хочешь вот в ней так жить, уже, вот тогда, и твои действия становятся, чтобы прийти туда. Оно само собой выстраивается как-то так. Вот если ты, у тебя есть этот образ, ну, тогда, что отримывается? Слухачи и слухачки. Давайте разом думать про будущее, марить об будущее, клопотиться про новокольное о сяродье. Когда есть такая махчимость, то, например, забирать особенно сметки. Можно больше почитать, напевно, на сайте экохолм кропка НГО. Кэлли хочется подшуть неких парадов, як и что можно экологичных дали зарабить. Ну, и читайте, и изменяйте. С вами был я, Никит Белевич, с вами была Ирина Сухий. Дякую тебе, Ира. Пакуль-пакуль. Пока. Пока.